Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем шоу «Привет, президент» в GTA 5. И сегодня мы с вами отправимся на очередное интересное задание по покушению на президента. И, кстати, сегодня нас, ребята, ждёт офигенный челлендж, который вы предложили мне в комментариях. У нас такого ещё, ребята, не было, и я думаю, вам очень сильно понравится. Ну что ж, в самом начале этого ролика, конечно же, как всегда, хочу попросить вас не забывать ставить лайки. Давайте, ребята, обязательно все ставьте лайкос под этим роликом прямо сейчас, вот так, отлично. О, дружище, прости, прости, я не хотел. Да, ребят, с вас лайкос как можно быстрее. Конечно, подписка на канал, чтобы вступить в свою призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Не успел я вам даже показать свою тачку, потому что на меня там напали, как вы видели. И, в общем-то, сегодня, как вы уже поняли, ребята, мы с вами поедем на Ламборгини Урус. Хотя, честно говоря, не знаю, насколько сильно нам сегодня нужна будет тачка, потому что челлендж, ребята, который вы мне предложили в комментариях, ну, подразумевает вообще нечто необычное, с чем мы с вами еще ни разу не сталкивались. Но, в любом случае, ребята, гоним с вами мы в Лос-Антос Кастомс для того, чтобы затюнить нашу малышку. Думаю, что из нее получится что-то очень хорошее. И, кстати, нам бы ее маленько увеличить. Я надеюсь, что у ребят из Лос-Антос Кастомс будет такая возможность. Кстати, рассказывайте, как у вас там дела, чем вы занимаетесь в последнее время, в какие игры играете и прочее. Я тут временно, ребята, вообще не работал. Наверное, дня 3-4, потому что, ой, занимался тут своими личными делами. Очень много было, ребята, различных вещей, которые нужно было сделать. Поэтому ролики записал для вас, скажем так, заранее и выкладывал их потихоньку. Ну, наверное, многие из вас об этом как бы догадались, я думаю. Вот. Поэтому я очень, ребята, сильно соскучился, честно говоря, по вам. Давненько мы не общались. И надеюсь, ребята, что, конечно же, вы тоже рады, что сегодня у нас снова привет, президент. Так, ну что ж, мы тут с вами можем даже салон затюнить у Lamborghini Urus. Кстати, прикольно. Редко я такое вижу, что по машине можно было затюнить салон. Выглядит это, конечно, прикольно, но я не буду это ставить, ребят. В принципе, не думаю, что есть смысл. Так, что у нас там по окраске? Давайте посмотрим какую-нибудь краску. Я даже не знаю, блин, какая подойдёт на ламбу. Вообще, самая лучшая, которая может быть на ламбе, по-моему, это жёлтая. Вот она реально, потому что она смотрится, ну, просто восхитительно. Посмотрите на эти формы. Чёрные вставки, жёлтый матовый цвет. Вообще просто, по-моему, шикарно. Так, дополнительный цвет, что у нас поменяет, мне интересно. А, это вот суппорта, да, у нас будет меняться. Так, ну, суппорта, я думаю, в принципе, можно сделать красного цвета. Мне кажется, что сюда красный цвет больше всех подойдёт. Тем более, суппорта, ребята, когда они красного цвета, это смотрится, конечно, просто восхитительно. Так, ну что ж, теперь, ребята, касательно тюнинга крыши. Вот, да, ребята, то, что мне нужно. Я, скорее всего, поставлю сюда какой-нибудь багажник, типа вот такого. Потому что мне нужно туда будет кое-что спрятать. Кое-что, что мне нужно будет для нашего челленджа. Поэтому поставим. Так, у нас тут есть с вами несколько вариантов обвеса. Чем вот эти отличаются? А, это карбон, типа, да? Я понял. Я даже, честно говоря, не знаю. Но, по-моему, с карбоном он смотрится поприкольнее. Поэтому давайте-ка мы влепим его. Спойлер, что у нас там есть по спойлерам. Вау, как они прикольно выглядят на самом деле. Ну, хотя вот эти вот первые два, они очень низкие. Я даже не знаю, стоит ли их ставить. По-моему, не очень. Вот этот самый, наверное, нормальный такой, разделённый на два. Вообще необычный спойлер. Мне нравится, кстати, тюнинг, который здесь у нас сделан для Lamborghini Urus. Он выглядит просто офигительно. Так, трансмиссия, ребята, всё по максимуму. Тут есть супер-трансмиссия, даже нифига. Турбо-тюнинг колёса мы с вами сделаем. Единственное, что пули стойкими. Да, таким вот образом. И стёкла мы с вами сделаем лимузин. Вот отлично, ребята. Всё, можно, в принципе, нам уже с вами выезжать. Честно говоря, сейчас, ребята, нам нужно бы отправляться в амуницию, но я даже не знаю, нужно нам это или нет. Ну, хотя, в любом случае, давайте, ребята, заедем, чтобы на всякий прикупить себе какую-нибудь крутую пушку. Едет Ламбо прям, ребята, хорошо. Несмотря на то, что это у нас кроссовер-внедорожник, машина достаточно тяжёлая, гонит она что надо. Просто офигительно. Причём у неё очень крутой разгон. Я не знаю, какая максималка будет, но мне кажется, очень большая. Так, дружище, простите все. Я сейчас всю тачку обломаю. Нифига, какая броня хорошая. У меня вон тут только маленькая царапинка какая появилась. И всё, больше ничего. Слушай, это тачка-танк просто. Реально тачка-танк. Такое вот мне нравится. Это прям офигенно. Так, ну что ж, давайте, ребят, будем уже заезжать. Сейчас остановимся где-нибудь. Вот здесь, отлично. У нас там двери даже открыты. Крутяк. Так, и сейчас, ребят, я буду в скине Франклина. Не обращайте внимания, потому что нельзя в скине Хитмана забежать в амуницию. Мы тут с вами прикупим... Да я думаю, прикупим мы с вами только пистолет. Ну давай поставим на него максимальные обвесы. Давай мы сделаем вот такую раскраску. Просто чтобы понтово выглядело. И мы купим бомбы-липучки. В принципе, ребята, всё. Больше мне ничего вообще не надо. И вот так вот, ребята, мы с вами отправляемся на наше задание. Прикольно, да? По-моему, вообще офигенно. Ничего вообще особо, можно сказать, не взяли. Потому что, ребят, нам это сегодня даже не понадобится. Давайте-ка я буду уже потихонечку выдвигаться к нашему сегодняшнему месту. Куда прилетает у нас президент. Место, ребята, очень необычное. И провернуть задание там будет крайне тяжело. Это, ребята, Форд Занкуда. Военная база. Да, именно там сегодня и находится президент. То есть вы понимаете, да, насколько всё будет серьёзно. Насколько хорошо он сегодня будет охраняться. И насколько тяжело будет там с вами пробраться внутрь военной базы. По-моему, просто капец. Кстати, ребят, хочу вас спросить в комментариях. Вот обязательно напишите, как вам вообще больше нравится. Вот какие задания вам больше заходят. Когда мы убиваем президента где-то в городе, да. То есть такая городская обычная миссия. Там, не знаю, какой-то митинг или что-то в этом роде. Или когда мы именно с вами приезжаем в какие-то места, где просто находится президент. То есть вот как Занкуда, да, например. Или лаборатория. То есть именно куда приезжает президент там с какой-то проверкой. Или может с целью отдыха, как отель, например. Блин, всё, ребят, пытаюсь тачку разбить. Просто хочется посмотреть, что-нибудь появится. Нет, но она идеально держит дорогу. И вообще нифига ни капельки у неё не появляется от старапин. Вот, ребят, пишите в комментариях, чтобы я прочитал. И потом, исходя из этого, подбирал какие-то задания, да. Под ваш вкус. Единственное, что сейчас, ребята, очень рисково. Это то, что нам нужно будет подобраться к базе военных как можно ближе. Прям, ребята, очень близко. Я бы сказал, практически вплотную. Но здесь нам не нужно будет с вами заезжать на их территорию. Мы просто сворачиваем как будто на бездорожье. Мы же всё-таки внедорожник, правильно ведь? То есть мы можем, в принципе, кататься по бездорожью. Хоть и рядом с военной базой. Главное, как бы не нарушать их покой, скажем так. И всё, ребят. Мы с вами находимся уже практически вплотную к базе. Я, пожалуй, остановлюсь где-нибудь здесь. И уже аккуратненько, ребята, расскажу вам про наш сегодняшний план. Блин, там ездят роботы. Просто капец. Только что видел одного. Где он? Вон, вон, вон едет. Видите? Просто жесть. Вон робот. Они будут нападать, ребят. Как вы понимаете? Ещё один. Хух, так ладно. Я понял. Короче, ребят. Сейчас я вам продемонстрирую, что же такое я спрятал вот в этот багажник, что сегодня нам понадобится. Не знаю, ребята, о чём вы думаете, но если бы не название, вы бы вообще ни за что не отгадали, что сейчас находится прямо передо мной. Это, ребята, маленькая машинка, которую мы будем управлять на пульте управления. И именно поэтому, ребята, сегодня я купил бомбы-липучки. Нам нужно будет прилепить одну из них на машинку и отправить её прямиком к президенту. Вот таким образом, блин. Это просто выглядит офигенно. Ты посмотри. Я прикреплю сразу же две. Просто сразу же две бомбы. Ах, блин. Вот это плохо. Так давай. Ну чё? Как? Почему они хочут ещё лепить? Так давай. Давай сюда вот так вот просто. Капец, я сейчас всё облеплю. Я не могу попасть по ней ещё раз. Во. Всё, шикарно. Две хватит. Короче, ребят. Так, я сейчас, пожалуй, отбегу. Тачку тоже отвезу. Если я останусь просто рядом с этой тачкой, ребят, то как бы всё может быть очень плохо. Там я бомб накидал достаточно много. Две штуки, по-моему, даже. Если будет взрыв, то всё закончится очень плачевно. И как вы, наверное, уже, ребята, догадались, на этой машинке мы с вами должны будем при помощи пульта управления подобраться как можно ближе к президенту и взорвать её. Ох ты, ё-моё. Вот это просто гениальный план по убийству президента, друзья. И один из вас предложил его в комментариях. Спасибо тебе, дружище. Призрак, ты просто шикарен, что придумал такую гениальную идею. Я не знаю, что ещё можно сказать. Просто я знаю, что ты смотришь этот ролик и что наверняка ты очень рад, что твоя идея сегодня применена в выпуске. Но если ты хочешь, чтобы именно твоя идея была в новом выпуске, то предлагай офигительную идею по покушению в комментариях, которую мне нужно будет выполнить в своём ролике. Если она мне понравится, она будет крутой, то я обязательно, ребята, её запишу. Поэтому не стесняйся, предлагай, пиши все дела. Ну что ж, давайте уже будем брать пульт управления, отходить от тачки подальше и начинать, в общем-то, наше продвижение. Офигеть, блин, она просто малюсенькая, ребят, там аж три бомбы липучки лежит. Я сейчас смогу на ней проехать вообще без палева на военную базу. Вы посмотрите, я даже меньше койота. Офигеть, блин. Вот это я понимаю, сейчас будет веселуха, друзья. Меня вообще даже, наверное, не заметят, как я думаю. Главное сделать всё аккуратненько, скрываться от посторонних глаз. И в один нужный момент просто подобраться к нашему президенту как можно ближе. Я даже, блин, меньше, чем вот этот бордюр, ребят. Это ж просто капец какой-то. Так, заезжаем, заезжаем. Вот так, отлично. Сейчас мы аккуратненько с вами проедем. Вот тут всё шикарно и просто гоним. Так, оу, капец, меня заносит. Так, ребят, надо привыкнуть к управлению этой машинки. Нифига она гонит 75 километров в час. Это будет очень просто, ребят, по-моему. Я смогу подобраться очень близко к президенту. Так, давай куда-нибудь заедем. Блин, главное, чтобы липучки не оторвались. Куда-нибудь подъедем мы, я даже не знаю. Давай куда-нибудь, куда-нибудь за ангаром, может. Мне кажется, за ангаром будет лучше всего. Там меня не заметят скорее, потому что здесь не проедут у нас, получается, роботы, которые сейчас патрулируют на территории военной базы. Да и в целом здесь не так уж и много людей. Вон там у нас идёт отрядик. Здесь у нас никого. Шикарно. Сейчас просто сворачиваем вправо. Так, 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 так. Тихо, 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 ребят. Проезжаем. Вот так, блин, капец, это просто стелс-миссия. Мы тут протиснемся? Давай, давай. Да-да-да-да, ребят. Жесть, я просто такой малюсенький, это так круто. Единственная проблема, я пока что вообще не вижу президента. Я не вижу ни его самолёт, ни его охрану, вообще никого. Такое чувство, что его куда-то спрятали. Так, здесь мы, ребят, не проедем, там у нас охранники. Так, ну давайте тогда свернём где-нибудь здесь. Так, осматриваемся по сторонам, чтобы не было танков, не было машин. Там одна проехала, шикарно. Всё, выскакиваем вот сюда. Так, сейчас проедем, ребята, где-нибудь. Так, давай за упор повалим. Блин, не могу. Ох, капец, ребят, походу придётся проезжать нам по той дороге. Для этого нам сейчас нужно будет проехать, блин, вдоль просто. Ладно, скрываемся от тачек, ребята. Но я, в принципе, еду по кусам. Не думаю, что они меня заметят. Нет, нет, нет. Что вы тут забыли? Блин. Ребят, всё очень плохо. Сдаём назад. Ох, как бы не оборвалась наша миссия сейчас. Ой, капец. Так, 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 всё, они меня теперь не увидят. Давай сюда. Вот, отлично. Мы с вами проезжаем. Вот в эти контейнеры, ребят. Охранники, вы где? Так, погоди. Они, походу, назад ушли. Ребят, или вперёд, в принципе. Ладно, неважно, мы тут сможем проехать сейчас. Вот сюда, хорошо. Так, никого нет. Никого. Мы с вами выезжаем уже в очень поливное место на самом-то деле. Так, тут у нас несколько истребителей стоит. Как бы мне сейчас здесь всё провернуть-то? Ё-моё. Давай сюда. Вот, поехали напрямик. Отлично. Отлично. Я вижу. Я вижу, ребят. Вон они у нас там. Хух. Так, давай проверим. Офигеть просто. Да тут же не протолкнуться вообще. Придётся как-то объезжать, ребята. Вот так. Заезжать в спину президенту. Вот тут вот нужно будет просто сделать рывок. Подъехать напрямик вот сюда и взорваться. Жесть. Вы просто посмотрите, сколько здесь охраны. Сколько здесь всего. Это же просто какой-то нереальный капец. Так, проезжаем, ребят. Мы сейчас с вами заедем вот с этой стороны, как я уже и сказал. Так, отлично. Отлично. Так, за самолётик. Давай напрямик. Вот так. Поехали, 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 поехали. Хорошо. Так, остановились, остановились. Сейчас проверим. Так. Здесь меня тот чувак не заметит. Мне нужно вот за ту штуку проехать. Давай, давай, давай. Погнали. Вот так, отлично. Там у нас чуваки и стоят какие-то, но они отвернуты ко мне спиной. Правильно ведь? Да, там спиной. Все спиной повёрнуты просто. Ты посмотри. Мне, блин, просто фартит. Вообще нереально. Так, ладно. Ладно. Хорошо. Сейчас за эту машину. Давай вот сюда. Отлично. Ребят, мы всё ближе и ближе к президенту. Давай вот сюда. Отлично. Мы уже почти впритык. Ребят, остаётся самое сложное. Просто подъехать к нему и взорваться. Но, хотя это не сложно, ребят. Мы сейчас просто разгонимся с вами и влетим. Давай. Я готов. Раз, два, три. Поехали. Вперёд. Бабах, блин. Вот так. Офигеть просто. Вау. Всё, тачки нет и все остальные тоже взорвались. Ой-ой-ой, ребята. Дела у нас очень плохи. Меня сразу же спалили. Но ничего страшного, друзья. Ничего страшного. Я думаю, меня спалили именно вот эти бомбы-липучки, которые здесь лежали. Так, у меня есть план. Давай вот так. Эй. Всё. Отлично. Зацепляемся. Летим к тачке. Да-да-да, ребят. У меня и такое есть в запасе. Так что вы не думайте, что я тут ни к чему не приготовился. Всё. Запускаем двигатель. И гоним на всех парах в тупик. О, господи. Давай обратно. Обратненько. Вот сюда, в эту сторону. И сейчас, друзья, мы с вами отправляемся, как всегда, в наше убежище. Но, блин, это был просто нереальный, ребята, план. Я просто в шоке, друзья. Я не знаю. Если вы сейчас не поставите лайк, я просто не знаю, что тогда нужно сделать, чтобы вы влепили этот лайк просто под этим роликом. Это сделать очень просто. Просто нажми на него, и мне будет капец как круто. Я надеюсь, ребят, миссия реально вам зашла. Это потому что было восхитительно. Никогда мы такого с вами не проворачивали. Вау! Ох, слушай, нам ламбу-то уже подбили. Военные знают, видимо, как подрезать тачки и знают, как это делать максимально эффективно. Она почти вся разломана. Так, ладно, ребят. Хорошо, не переживаем. Едем вперёд просто. И отправляемся, конечно же, как можно быстрее в город, потому что наше убежище находится, блин, именно там. Капец, тут повороты. Вот так зашли. Нифига, я думаю, мы вылетим, ребят, с дороги. Но нет, ничего подобного. Так, бомбочку. Дружище, хочешь взорваться? А, так, получай. Вау! Блин, я, походу, ребята, лучше буду смотреть на дорогу, да? Лучше я буду смотреть на дорогу, чтобы не врезаться. Так, объезжаем эту тачку. По-моему, у неё там шипы лежат. Или не факт? Зачем? Что, блин? Что происходит? Все двери поотрывало. Ребят, я надеюсь, мы выживем. Потому что ламба уже как-то постепенно становится похожей на какой-нибудь... Я не знаю, у вас патриот или что-то такое. Ладно, шчу, конечно. Ну, это просто жесть какая-то, ребят. Просто ламба уже превратилась в какую-то груду металлолома. Давай сюда поворачиваем. Вот, отлично. Она к себе едет намного хуже теперь. Ей, походу, там где-то поджало арку. Из-за этого колесо одно не может у нас... А, вот, да-да-да, правое, ребят, колесо. Оно у нас накренено. Из-за этого машина не едет. Ой, ну ладно, хорошо. Буду, ребята, это учитывать и стараться совершать маневр как-то заблаговременно. Ха-ха, дружище. Надо держаться крепче. Так, братан, бомбочку тебе. Вот так. А ты что на нее сам едешь? Ну ладно, как хочешь. Вот так вот сразу же двоих зайцев, как говорится. Так, ребят, сейчас просто напрямик вниз. И гоним уже в левую сторону. Вот сюда, да. Так, по-моему, ребята, мне там пробили одно колесо. Скоро оно должно, наверное, будет лопнуть, судя по звукам. Да кого ты делаешь? Ты дурак, что ли? Я, блин, тут пытаюсь угнать от копов, а ты меня подрезаешь. Так, хорошо. Оп-оп-оп. Сюда давай. Там шипы. Объехали. Хух, блин. Вот это было рискованно. Но, ребята, почему-то всю мою правую сторону намеренно пытаются уничтожить ее. Посмотрите, что вообще происходит с правой стороной этой тачки. А, ну на левой еще двери как бы нету. Но все равно правая выглядит как-то немного более убита. Так, куда нам, ребят, сейчас вернуть? Давай сюда прямо. Я там, по-моему, знаю один проезд, ребят. Вот я уже просто выучил всю карту ГТА благодаря нашему шоу предпрезиденту. Ну вот все нычки я имею в виду именно, да? Вот сюда заворачиваем. Вот таким вот образом, кстати, можно было и вниз проехать. Но я что-то как-то ступил. Похвастаться, что карту знаю. Нифига подобного, блин. И вот сюда просто, ребята, мы поворачиваем. И гоним напрямик к нашему убежищу. Так, ну, слушай, лампа хорошо выжимает. Я, кстати, ее максималку так не посмотрел сегодня, к сожалению. Но мне кажется, 250 бы спокойно наехала, судя по ощущениям. Так что не расстраивайтесь, ребят. Тачка бомба. Тачка супер, хорошо управляется. Советую ее для ваших таких же покушений, да? Она вас не подведет. За исключением того, что она очень любит терять двери, капот и багажник. Прям очень любит это делать. И, кстати, салончик тоже. О-о-о, да, ребят, салон сохранился идеально. И выглядит он просто, ну, на все 20 мультов, которые стоит ламба. Урус, да. Кстати, вы хоть раз видели ламборгини Урус у себя в городе? Вот реально, в реальной жизни? Пишите в комментариях, потому что я один раз видел. Причем в небольшом городке, а вообще в небольшом, у которого население 300 тысяч человек. Там была ламба Урус, блин. Я тогда вообще офигел. Такой, типа, чего? В GTA, конечно, такие машины не редкость, но все же, друзья. Так, ну что ж, взрываем ее. Вот так, отлично. Хорошо мне послужило, мне понравилось. Ну что ж, ребята, в общем-то, не забывайте ставить, конечно же, лайки под этим роликом, потому что для меня это очень важно. Нажимайте их прямо сейчас. Конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы вступить в нашу семью призраков. И обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, всем удачи и до скорых-скорых встреч. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока.